Священный собор 1917-18 годов в феврале-марте 1918 года принял новые положения об епархиальном управлении таким образом в епархиях русской православной церкви был организован новый строй управления епархией новые органы управления на местах время было очень трудное время гражданской войны время начинающихся гонений на церковь и вот наверное весьма важно посмотреть как же как же в епархиях русской церкви осуществлялось применение в жизнь вот этого документа принятого собором как менялись органы управления и что с ними в результате стало я не могу пока сделать общего обзора по всем епархиям русской церкви это невозможно ввиду слабой исследовательности исследовательности вопроса потому что наши коллеги историки русской церкви еще не уделили должного внимания судьбам епархиальных советов хотя на мой взгляд вот эта тема рецепции соборных решений на местах весьма актуальна и тем более сейчас когда мы празднуем столетия священного собора крупнейшего собора в истории русской церкви и вот может быть я возьму в качестве примера одной из епархии достаточно крупную епархию среднего нижнего поволжья саратовскую епархию где естественно было получено весной 18 года решение собора о том что надлежит сформировать новые органы епархиальное управление и для их формирования был открыт епархиальный съезд в конце мая он продолжался до середины июня 18 года и именно им были избраны члены епархиального совета протеерей алексей хитров протеерея евгений шкинёв священник николай докторов и два мирянина петр львов и евгений аниров причем надо сказать что остальные были достаточно известными епархии пастырями пастырями но и сам львов мирянин был тоже известен всей епархии поскольку много лет он исполнял обязанности и был секретарем духовной консистории в этом конечно была определенная преемственность старой духовной консистории и новых органов епархиального управления также по соборному определению избирались и кандидаты в члены епархиального совета это тоже было сделано на епархиальном съезде в июле 1818 года епархиальный совет саратове приступил к исполнению своих обязанностей после торжественного молебна в архиерейском храме который возглавил епископ вольский герман викарий епархии работа началась заседал совет практически каждый день у него были присутственные дни но мы опять вспомним о том что время-то было тяжелое время начавшихся гонений на церковь и прозаседать в нормальном деловом режиме ему пришлось не так долго дело в том что в начале августа 1818 года священник одной из саратовских церквей михаил платонов произнес проповедь посвященную гибели последнего российского императора его расстрела информация о чем была опубликована и даже и в советских газетах эта проповедь обратила на себя внимание местных революционных властей которые усмотрели в ней контрреволюцию и собрались организовать большой судебный процесс против сказавшего проповедь а случилось так что епархиальный совет и пархиальной власти епископ отказались моментально назначить на место арестованного через несколько дней после этой проповеди священника михаила просто платонова нового настоятеля храма и это дало повод революционным властям организовать процесс не просто против конкретного священника выступившего с призывом помолиться об упокоении души убитого бывшего государя но и привлечь к ответственности к революционной ответственности весь состав епархиального совета который не назначал нового настоятеля в храм и таким образом как они хотели это представить народу содействовал контрреволюции но здесь естественно не надо говорить о том что мы видим яркий пример вмешательства власти большевистской власти якобы отделивший церковь от государства напрямую вмешательства во внутри церковные дела и вот вскоре развивая вот это дело мы видим практически полный состав саратовского епархиального совета арестованным надо сказать что исходом я не я не буду сейчас рассказывать о ходе самого дела но это дело рассматривалось дважды в революционном трибунале начале октября 1818 года и в январе 1919 уже года после первого рассмотрения часть членов епархиального совета была выпущена на свободу и они смогли приступить к своей работе и вот из дела и следственного дела духовенства который мне пришлось несколько лет назад издать видно как же работал епархиальный совет во-первых сам архиерей который естественно по положению собора должен был заниматься делами епархиального совета бывал в епархиальном совете два раза в неделю по понедельникам и четвергам там же и он и председатель стал в его отсутствие председатель стал старший из членов совета клириков и вот в это время решались все дела связанные с назначениями на священнические места с переводами священников и прочие дела по епархиальному управлению очень многие участники показательного процесса против духовенства и членов епархиального совета отмечали о том что отмечали то что совет епархиальный несмотря на то что он был построен на новых принципов введенных собором очень тесно был связан с прежней консисторией но действительно часть канцелярских сотрудников перешла от консистории но все-таки говорилось и о том что епархиальный совет внес некоторые обновления в реальную церковную жизнь повседневность церковную а вот консисторию большинство большинство из свидетелей очень резко критиковали один из свидетелей даже говорил о консистории как о пилатовой конторе все все говорили о том что про консисторию сказать ничего хорошего не приходится члены и про хана совета естественно пытались вот этот вот стереотип отношение к консистории преодолеть выработать новый порядок работы но опять же повторюсь что это было сделать чрезвычайно сложно в условиях ареста арестов в условиях преследования тем не менее епархиальный совет даже и в 1919 году продолжал работать в обычном режиме в концу января например 1919 года канцелярия саратовского епархиального совета пронумеровала более 1500 исходящих документов а в конце августа это число приблизилось к 7000 это было сопоставимо с уровнем работы дореволюционной консистории опять же несмотря на то что в это время была гражданская война во многих храмах не было фактически сбора средств на и прихиальные нужды и жилось очень трудно тем не менее прихиальный совет работал когда же заканчивает он свою работу к сожалению в следующем уже после названного 1920 году и прихиальным советом фактически пришлось прекратить свою работу дело в том что народный комиссариат юстиции выпускает специальное постановление о том что прежние консистории известные теперь как писалось в циркулярном письме под именем епархиальных советов подлежат безусловной ликвидации циркулярный ракомьюста так и называл назывался о прекращении деятельности бывших консисторий ныне переименованных епархиальные советы действующих вопреки декрету об отделении церковь церкви от государства можно сказать что большевики в своей антицерковной деятельности немного не досмотрели и получилось что практически два года легально епархиальные советы после соборного постановления действовали по всей территории страны и в двадцатом году многим из ним где из них после этого постановления уже пришлось либо переформатироваться в епископские канцелярии либо полностью закрыться несмотря на то что эта история епархиальных советов действовавших по постановлению собора была такой короткой я думаю что в ней много поучительного и она еще подлежит своему рассмотрению и рассмотрению во всей совокупности русских епархий епархий русской православной церкви для того чтобы мы видели какие формы епархиального управления история нам показывает как наиболее действенные и как даже такие при которых удается в условиях гонений выжить и выполнять ту благую весть которую всегда призвано выполнять церковь и Редактор субтитров А.Семкин